Михаил, интересует ваше мнение о американском юморе. Правда ли, что он специфичен для нас? Понимают ли наш юмор? Понимаете, этот вопрос предполагает, что мы с вами все, у нас какое-то общее чувство юмора. Понимаете, это не так. Я видел очень много наших соотечественников, которые, с моей точки зрения, когда они шутят, хочется либо плакать, либо спрятаться куда-то. Поэтому, черт уж черт знает. Наверное, есть что-то, конечно, у нас общее в этом смысле. Американский юмор, понимаете, есть юмор, где там люди образованные шутят, есть люди там от сахи шутят, есть там какой-то уголовный, может быть, юмор, я даже не знаю. Но американский юмор очень прикольный. Почему не хуже нашего? Конечно, надо его, чтобы его понимать, надо там язык немножко знать и культуру тоже. Это не только языковое, но еще культурное, там и дематическое, и сленг. Проходит больше времени, пока вы начнете понимать американский юмор, чем просто понимать речь обычную. Понимают ли наш юмор? Но если вы расскажете людям, которые американские, значит, расскажете им так, чтобы им было понятно, почему же? Они очень хорошо понимают. Вот. Надо просто знать, кому рассказать и что рассказать. У меня есть какие-то вот, когда говорят, а вот как приведи пример какого-то там русского юмора. У меня есть несколько там каких-то хохмачек, которые я знаю, что люди хорошо понимают, и они как бы просто переводятся, не без идиом там и так далее. Вот. Ну, я не знаю, что-нибудь типа два приятеля беседуют, и один говорит, слушай, я тут недавно лечение проходил от потери памяти, от амнезии. Сейчас такие технологии, это просто потрясающе. Вот заново рождаешься. Вот заново. Тот говорит, а где проходил курс-то? Тот говорит, а я тебе скажу, знаешь, что есть такой цветок, красивый, знаешь, с шипами. Тот говорит, роза? О, слышишь, роза, как назывался тот санаторий, где я лечился. И этот анекдот изумительно переводится на английский язык, и как бы его все понимают и ржут вот так же, как это было бы по-русски. Субтитры создавал DimaTorzok